Спасибо нашим людям из пришел. Наконец-таки студия аналитики здесь, потому что те два человека на диване аналитиками называться просто априори не могут. С вами Crystal May вместе с The Smile'ом и Last'ом. Здорового парня. Всем привет. Как у вас вообще начался день? Потому что у нас вот это пришел, в котором разговаривают по поводу Virtus.pro, по поводу модусов, какие-то квадратики что-то там делают, и не выбирают четверку лучшую. Есть ли здесь четверка лучшая? Нет. Все правильно сказал? В агрессив моде. В агрессив моде? Конечно. Она сидит и наслаждается. Кстати, их недавно пригласили на турнир, который будет non-DPC в Киеве, и очень серьезно расстроились спириты, которые заняли второе место в квалификациях. И такие, почему нас не позвали? Вот. Это такой грустный момент, конечно, для них. Заяц. Лучшая четверка СНГ. Все, ты выдал, да? То есть все ждали, а ты, наконец-таки, озвучил? Я сделал это первым. Окей. Окей. Но мне кажется, что он, возможно, не лучший видеограф, вот, и не лучший блогер после того, что... Этот молодой человек записал. Вот, с точки зрения количества катов. Так какая разница, мне кажется. Главное, чтобы он показывал хорошую игру. Если он будет показывать хорошую игру, то все будут рады. И одни вторые. Мне даже кажется, вот после тех квалификаций, где прошли и одни, и вторые на мажор, по-моему, все довольны. Доволен и Заяц, который ворвался, и сами Натус Винсер, который, как оказалось, и без него чувствует себя прекрасно. Я уже понял, короче, что, видимо, Рамзес точно заберет в себе Кири роль, потому что это Террор Блейд, на котором он обожает кататься. Мне кажется, после паузы вообще вот среди всех квалификаций, да, то, что все закончилось, и то, что вот это вот, кто там за Инстаграмом ребят следит, то, что вот эта туса была вчера, там, ВПшная, Рамзешная, там и так далее. Вот то, что замена где-то будет на какой-то позиции. Ну, и, в принципе, да, вот Рамзес появился, и классический его, наверное, одна из самых сильнейших его коронок на протяжении всей истории вообще Virtus.pro с этим парнем появляется прям сходу. Да, главное, что Патма против него сейчас не появилась, потому что это страшнейшая арубина. Две подряд. Оракл, Оракл в пике, все, Патму можно не бояться. Ну, что касается вообще позиций, на самом деле, они же могли свапнуться, Рамзик мог пойти на тройку, Резолюшу на единицу. Но, я так понимаю, то, что Рамзес хотел все-таки забрать. Ну, смысл нет этого делать, потому что, да, как бы Рамзес там играет, и Резоль тоже там играет, но как из того, что это стендент, и Резоль наигрывает свою позицию, ему нужно продолжать ее наигрывать. Смысла нет из такого свапа, потому что Рамзес, он там после этого матча уйдет, там продолжит играть с Will Geniuses, а Резоль, смысл ему на эту первую позицию переходить и тренировать его. Тренируй вот так вот, как есть. Да. Ну, а против них Модусы, опять же, команда, которая показалась очень классной, открытой квалификацией. Модусы наблюдала за ними, и парни переехали вообще топовые коллективы, и, соответственно, заняли по факту, да, у нас опен-квалификация. Ожидалось то, что выйдет винстрайки, логично, ну, плюс-минус, да, и команда Дэнди новая с бейтами. Их колбасит. Их колбасит по полной. Что с ними происходит, совершенно не ясно. Мне суппорт нравится, вот мидеры суппорт. Это Янгжи и Кик. Мне кажется, вот он рано или поздно что-то из серии, может быть, сейвы как раз-таки дорогу проделает, может, окажется в хорошем коллективе. По поводу сейвы вообще инсайды ходят. Вообще, аккаунт забустили жестко, дико. Воу, 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 это интересно, откуда ты такие инсайды берешь? Есть, есть, есть такие маленькие инсайдики. Надо будет услышать. На самом деле, насколько я помню, они вообще вместе с Эпилептиком и, по-моему, ГПК играли в одной команде в определенный момент. И, ну, то есть из этой команды по факту всех разобрали, не считая их пятерки. Вот, ну, там был типа стак, да, то есть раз они играли вместе, значит, наверное, они... В GPK, опять же, на том же самом KFC баттле выступал. Мы его там видели, он оттуда вырос. Ну, а здесь, опять же, дефолтный никс, который внезапно появился в рамках открытых еще квалификаций. В инстреке, кстати, его ПКД пикали вместе с Дзарксиром. Дикая связка, опять же, имеющая очень большой потенциал по... Да, это очень сильная штука, потому что если ты под вакуум даешь с Эпил, стан, и сверху еще летит хаммер, то это где-то там в районе пяти, пяти секунд где-то стана, там и в районе где-то там 800, по-моему, 900, по тысячу, короче, дэмэджа влетает тебе. Если эта комбинация проходит, то эти два героя могут прям чудеса делать. Да, но при этом всем-то в любом случае здесь воракл его уже не пикнешь физически, потому что на линии ты просто диспалишь щиты своим. Ну, это уже неприятно, да, у тебя этот воракл снимает очень много вот таких вот противных героев. Я бы даже сказал, что пока пик справа вообще ничего не делает пику с Лекомой. То есть никс, вот эти вот комбинации, они, конечно, хороши, они замечательные, но только при условии, что у противника где-то есть слабое место. Пока что бы там ни делал никс ассасин на передовой, ТБ выходит вперед, его бьют, он просто получает фэлспроминс и спокойно нажимает сандер в любой момент. Соответственно, здесь никс ассасин, он непонятно против кого. То есть просто кидать стан, это такое себе, потому что просто кидать стан может любой герой. Даже Мирана может просто взять и кинуть стрелу. В ТВ у нас был недавно опыт, ну, работает же, работает. Да, 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 совсем недавно был. На самом деле, Патма Бэйн, это прям драфт из старого доброго времени, когда еще Джотом играл в Virtus.pro. Это прям вот олдскул. Это просто смотри на героев справа. У них реально, у них на трех этих персонажей один единственный дизей был. Это стан никсай. Да, и еще есть такой момент, что если стрела залетает, а под солнце стрелу довольно-таки легко закинуть, или под первый спелл Оракла, то любой этот герой почти моментально ложится, потому что все они тонкие. Поэтому тебе сейчас нужно какой-то подсейв брать, потому что Инчун, скорее всего, против таких персонажей нужно будет делать трешку. Ник, соответственно, четыре у тебя там бегает где-то, дровка первой позиции. Вот тебе еще подсейв нужно взять, чтобы вот эта вся комбинация, она разваливалась. Без венги дровка никто в нынешней доте. Но венга все еще есть. Да, ну просто я очень много играю на дровке, у меня где-то винрейт в районе 75%. Я могу сказать, что вот с венгой, дровкой, ты чувствуешь себя комфортно, потому что что бы с тобой ни случилось, что бы в тебя ни влетело, финс, грипс. Стрелами, ни раны там, или ТБ начинает тебя бить, венга тебя всегда может спасти. А конкретно сейчас сейва нет, и дровка уязвима. Ну мы кроме этого знаем о том, что под дровку очень любят брать СФ на миддл, потому что она очень серьезно бустит и сам получает очень много бустов. И все эти минус арморы, вся эта ловкость, вся эта ранжана чудно стакается, но они решили, что почему-то Шторм обязательно всех покарает. Ну мы знаем, что модусы отличаются своеобразными драфтами. Ну им нужен охотник, да, им нужен охотник за Оракл. У них два охотника, это Ниц и Шторм. Да, он будет охотиться за ним. Даже влепить дровка бэтрайдера, серия такого лайна, на самом деле неприятный. Даже если против тебя будет стоять Бен с Абмираной на топе, то ты будешь, во-первых, у тебя замедление постоянно, у тебя стики будут накидывать, вот этот тернрейт у тебя замедляется, еле поворачиваешь, если ты даже захочешь убить, потом большим количеством стаков, то это будет неприятно сделать. Да, ну и последний бана для модус юнити, при этом ВП явно уже начинают показывать то, что это катка полурофельная с точки зрения того, что они забанили Техиса, или, возможно, они все-таки считают, что это правда серьезный персонаж против их героев. Вот, но мне кажется, что они просто довольны тем, что у них есть, и они совершенно спокойно уверены в том, что они реализуют свой драфт с легкостью против модусов. Кускара забанили, кстати, модусы, и осталось пятерку. Мне просто кажется, Ромнеза хотел поиграть на ТБ, потому что Андерлорд, он всегда был неприятен для ТБ, особенно после того, как Андерлорд собирал Кримсон. Иллюзионисты, мы видим, что здесь, в принципе, разваливали стол весь пик, потому что Ауи нет от слова совсем. Ну, а Лешрак, он просто опасен вначале за счет темпа, поскольку он может быстренько за счет темпа снести ТВР, и начинаются проблемы. Ну, а Течис и Тинкер, это пока без комментариев. Видимо, просто не хотят затягивать. Хотят сыграть побыстрее. Ну, идеального героя для Virtus.pro я знаю. Это кунка, как раз-таки это сигнатурка для нунчика. Ну, и кунка здесь ловит просто всех. Опять же, этот шторм, на который нужен какой-то определенный дизейбл, а дизейбл здесь нету, только один финсгрип, нормальный дизейбл. Ну, или комбинации, да, слип-стрела, но, опять же, это нужно поймать опять. Ну, под пуржу легко, на самом деле, тоже стрелу давать. Причем забанить кунку почти нереально, но тут бурдмазер, то самое, Ромзес. И тут пришел павок, да. Ромзес уже выказывается. Теперь вопрос, на самом деле, кто будет на ней играть, потому что Ромзик любит и Террор, Блэйда и Бруду. Ну, видимо, ну, наверное, возьмет себе брудку. Решили порадовать зрителя, я так понял. Старно добрым составом, не хватает только Роджера, но, я думаю, Заяц как бы легко его заменит. Ну, надо было два стендена, конечно, намутить, и у нас получился бы шикарный такой полушоу-матч. Друзья, кто здесь развалит, потому что драфт ясно делал от Virtus.pro своеобразен, будем честны. Я на Virtus.pro поставлю и подкреплю это тем, что, если они не будут ошибаться, фидить, бегать, в рофильную доту играть, да, где-то там, я пойду сейчас, у меня преимущество есть там в 10 тысяч, а пойду сейчас один всех убью, и там фид, опять фид, там, Рошана противники забрали, и эта игра все затянулась, то они вообще эту игру должны легко выиграть, потому что, ну, я не вижу, как вот эти пять героев справа должны убить пять героев слева, но слишком мощно, слишком жестко по скиллам, именно и по силе персонажей. Ну, что, ТМ за ВП, а Лейд за ребятами справа. Я на ВП. Окей, давайте посмотрим, что думает по этому поводу наш партнер Паримач по коэффициентам 1.09 за Virtus.pro 6.5. Напомню, друзья, что под трансляцией находится баннер, по которому можете пройти и зарегистрироваться, получите стопроцентный бонус к первому депозиту. А мы отправимся к нашим комментаторам, Джем, Даша. Здорово. Да, привет. Очень много интересного сегодня за утро произошло. Получается, что у нас тут играет и Рамзес, и Брутмазер на Ласпик, и вы никогда не угадайте, кто играет. Это Resolution будет на бруде отыгрывать по итогу. Вот даже такой у нас поворот получился, но все очень даже интересно. Опять же, за ВП интересно наблюдать в последнее время, учитывая вот эти вот все перестановочки. И сегодня, возможно, мы увидим что-то суперинтересное. Также в этом матче играет легендарный Хачу-Татарочку, который уже успел Дэнди выбить с открытой квалификации на мажор. Ну, тоже, на самом деле, составчик интересный. Я думаю, от них такого не каждый ожидал, что они вообще опен-кваллы смогут пройти. Сетка у них была не такая тяжелая, не считая вот как раз-таки Дэнди и его составы. И я думаю, что многие считали именно его фаворитами, а не модус Юнити. Так что то, что здесь будет легко и шестерочка на коэффициенте, это, я думаю, еще поспешные выводы. Ну, посмотрим. Опять же, сейчас трудно какие-то делать совсем предикты. Опять же, нужно посмотреть будет на игру. Но прям вот интересно, чувствую, будет наблюдать. Опять же, шторм противоположной команде, да, как и говорилось, контроля на него нет. Но, с другой стороны, есть брудмазер, которую, если ты на линии не будешь как-то давить, она тебе просто сломает все и потом съест тебя на эту шторм. Ну, все-таки это третья позиция бруда. Да, так что я думаю, она тут с какими-то условностями, с какими-то допущениями существует сама по себе. И пик получился довольно жадный с учетом ее. Все-таки Мирана на миде, она должна что-то выносить по итогу. Есть террор, который очень много шмоток хочет себе нафармить. Ну, и бруда, которая тоже, ну, по идее, она жадная. То есть она, когда на миде стоит, она или сочка пофармит, или на линии пофармит, или сочка пофармит, или на линии пофармит. И, ну, по итогу, то есть, она выносит тоже очень быстрые артефакты, там, какой-нибудь быстрый диффуз или что-то в этом роде. Можно на ней по фарме спокойненько Некоторые условности есть Да, нам подсказывали, что там небольшие Проблемы со звуком были Но я смотрю, судя по чатику, что уже довольно быстро Эту проблему порешали И давайте смотреть первую карту Да, первая карта у нас перед глазами Best of 3 серия Тут стоит напомнить, что даже одну карту в Best of 3 взять стоит Потому что очко ты за это зарабатываешь В групповой стадии Ну и типа уже пошли Рамзес Скучали мы по нему в СНГ, конечно И вот появился шанс увидеть его вновь Ну и Resolution, видим, то, что закупился Регена у него достаточно Ну и судя по баю, он реально может пойти в лес Когда там, конечно, левел будет позволять Хотя бы пауки какие-то появятся Да, ну и с другой стороны, а с Дровка Дровку мы уже видели в последнее время неоднократно Довольно сильный персонаж Метовый, да? Да, метовый, все сейчас с ней играют Но главное нафармить арты Потому что без артов, конечно, Дровка Не такой сильный персонаж Так, Зайц пошел уже вперед Его здесь встречает Мистер Абадон Пошел Слипчик Стрела летит Ни по кому не попадает Вовремя там разбудил своего тиммейта ТСА Ну и в итоге обошлось без стана А вот первую кровь, возможно, мы еще увидим Потому что сейчас намечается драка Опять побежал вперед у нас Никс В итоге решил не наглеть Потому что здесь все-таки 4 героя у команды Virtus.pro 4 на 3, как бы Ой-ой-ой, хорошая привязка Сюда подтягивается ДК Фога Стрела очередная залетает по ТСА ТСА пока что под щитом живет Еще буквально один удар нужен ему ТСА погибает Зайц забирает первую кровь Зайца избивает Зайца очень битый Пытается жить Замедляет его Дровка Еще тычка летит И Зайц также отправляется в таверну Соло еще могут здесь подцепить Соло Нужно бежать Соло на развороте Неплохо Еще забирают здесь Абадона Но подставляется Рамзес Рамзес Нужно манцевать за елочкой По тавер Как-то до конца за ним бегут Пошли У нас фласки Не хватает урона Чтобы забрать Рамзес Рамзес выживает И на этом драка заканчивается Вот такое невероятное у нас начало Карты 2-1 Итог этой драки Я не успел обратить внимание Что по баунти рунам Две баунти руны Я смотрю Все еще лежит внизу Судя по всему, да Одна на воде Одна на территории команды Модус Юнит Дрались за них Дрались В итоге ничего не забрали Но ничего страшного На самом деле Самое главное Что Рамзес выжил И фраги получилось поделать То есть в любом случае Он-то в плюсе остался А вот по поводу этой линии Тут еще стоит обратить внимание Пока что, видимо, втроем Простаивают Но такое ощущение Что отсюда кто-нибудь да уйдет Вот, например, Никс Уже отправляется в направлении МИДа куда-то Но он здесь еще может Грязи поделать Что у него там? Импейл вкачан, скорее всего Да? На первом Курьерчик Ну, на самом деле Курьера так просто не заберешь Здесь сейчас еще Помансит как-то Спрятали пока что К крипам Листным Ну да, Курьер выживает Так, Рамзеса Начинает потихоньку Здесь расстреливать Конечно, неприятно Против дроги стоять С другой стороны Рой довольно армированный персонаж 10 арморов все-таки Но все равно Урон существенный Да, КППУ Не позволяет так много танковать Но, видимо, уже Класс У себя новую привез Поэтому готов Вот коп есть Отлично Подцепили его Подвольная Отличка остается И теперь забирают Очень легко Как-то забирает Рамзеса В это время в миде Нападение у нас сейчас На Фогаса Фогас Двойной Старшторм получил Пошел за хил Но урона хватает У команды Виртус Про И мидер команды Модус Юнити погибает Да, Нейчер Атентом С первого уровня Не так еще хорошо хилит Не так быстро хилит Поэтому не получилось Но так или иначе Венча она свое вынесет Довольно сильный персонаж Шартов много не надо Чтобы мид сломать У нас тут самое интересное Внизу на самом деле происходит Тут продолжают гонять Сейчас Соло Соло подкопали Соло Еще буквально пару ударов Нужно ему дать Да, Соло заберу Ну это трипла Это много ресурсов И нужно себя оправдывать Это трипле Ну и видим то, что они фраги делают Значит они справляются Хотя Соло еще размонсил Вокруг пня И дальше живет Еще тычечку осталось сделать Ну сделайте кто-нибудь Там еще Очень много времени тратят Конечно на убийство саппорта Да, наверху уже находится Заяц Начинает гонять Здесь у нас Шторма Шторму на помощь прилетел Уже Абадон Вообще интересный лейнинг получается Вот так вот штурм на топе В миде Инча Ну тут, да Получается уже все-таки У нас дабла на даблу Потому что трудновато Шторму одному обходиться Но какую-то экспу стартовую получил То есть в любом случае Преимущество по левелу Относительно противников Он должен иметь Но сейчас нападение на него небольшое Резали что-то получил по голове И вынужден отходить Отпивать фласку Ну да, фласочка имеется Поэтому может себе позволить Размениваться по хп Ему там летит уже И я так понимаю Солринг полноценный Судя по всему То, что я успел увидеть в курьере Ну так или иначе Видим, кто-то хороший То есть он держится молодцом И то, что он один стоял Это сильно не повлияло на него И сейчас тоже уже С помощью Абаддона Убить его будет очень и очень трудно А у Бруды Ну у него тоже все путем идет Рамзес пока немного не дофармливает Но с учетом того, что он стоял Против триплы Там было немного не до этого Да, подуспокоилась немножко игра 3-3 у нас в счет Очень неплохо вырывается По лосхиту я смотрю шторм Но опять же это скорее всего Львиная доля Именно маленьких паучат Которых он позабирал на линии Поэтому нельзя На мере как-то равняться На статистику пока что Когда на нетворце переключимся Нам будет понятнее Что по фарму Ну я думаю плюс-минус Ровно должны стоять На лайнах Никнеймы как отдельный вид искусства просто Да Да, это правда Так, ну и на центральной линии Можно тоже оценить фарм И кстати, да Вот они коэффициенты От нашего партнера Паримач Но пока все еще Не утешительные Конечно для команды Модус Юнити Ну больше похоже на правду Все-таки Пониже он стал Экшен показывают На стадии ленинга Уверенно по крайней мере начали Но что будет дальше Из этого мы еще посмотрим Потому что Дровка она Штучка такая И пофармить еще придется Так, ну у нас тут опять Экшен намечается наверху Здесь заходит Заяц Там подфармливают Немножко Шторм Опять Паучков Не, ну Заяц наполовину бит И здесь вряд ли что-то Сможет сделать Мана тоже не так много А внизу в очередной раз Забирает Рамзеса Это уже вторая смерть Для кэри команды Ну как Ну да Для кэри По крайней мере на эту игру Команды Вертус Про Да, неприятно конечно Так вот погибать На Террор Блэйде Ну это неизбежно Судя по всему Неизбежно Но он действительно Довольно тонкий поначалу И если есть какая-то магия Чтобы хоть немного Выдамажить Через этот армор Бешеный Который у него имеется То проблем он особо не составит Скейпа у него нет Бегать довольно медленно Поэтому Уходить трудновато Из таких Ой-ой-ой Заяц Опасная здесь ситуация Да, нужно кидать слип И убегать отсюда Значит ты Напоследок дал Да, правильно Правильно Ну Должно выживать Ну тут борьба за Баунти Рона пойдет Заяц попытается Забрать здесь в лесу В свою И должен это делать Вряд ли так обнаглеет Абадон Абадон что-то как-то слишком уверен Прям бежал Такое ощущение Что готов был бороться У нас тут драка Внизу как раз-таки Под Баунти Руну Подловили ТСА Неплохо Сюда еще пришел Нунчик Забрал Баунтосик Ну и три по итогу для ВП Здесь благодаря У нас еще драке Отвоевали еще одну И шестой левел Умирана И совсем скоро будет А это означает Что можно придумать Какую-то хит Да, Нунчик-то не ушел Никуда Нунчик остался на линии Сейчас возможно Под стрелу попробуют Еще кого-нибудь там забрать Там я смотрю Прячется Дровка Да, ее кстати нашли Нашли Дроврэнджер Примерно знают Где она находится Сюда есть перетяжка Уже от Абадона Сюда также летит уже ТСА Но Дровку-то нужно спасать Дровке очень больно Щит пошел Щит сразу же взрывается Чикеряу там пытается Мансевать Хороший подкоп от ТСА Остановил атаку Команды Виртус Про Дровка конечно пыталась Отстреливаться Но все-таки Дроврэнджер погибает ТСА здесь бьется до конца Очень битый Ноу-1 Ноу-1 отправляется в таверну Неплохо Рамзес делает еще один фраг Забирает Абадона Два в один уже драка В это время подключается уже ДК Погас И Петусы летят Взбивают телепортацию Рамзесу И Рамзеса тоже забирают Это получается Два в три Но На одного Кора Больше забрали Модус Юнити Здесь в этой драке Но Модус Юнити Могли бы и Дровку не потерять Она просто Я как говоря обнаглела Когда там стояла Начала нашивать Она раскрыла свое местоположение Но ее бы все равно искали Мне кажется Она бы забрали Она словила Скажем так Адмираны И если бы она прошла дальше И пошла бы под тавер Она бы никакого демэджа не получила Но пожадничал в итоге товарища И получил за это свое Ну ладно Умер и умер Как говорится Там у нас наверху Сейчас нападение возможно В теории на Штарма Но Штарм шестой Хватит ли контроля Ну очевидно было Что без ультимейта Зайца Его здесь сложно будет подцепить Хотя мана нет Слушайте Мана-то нет Да есть лип Уже пучки набегают Потягивается Резолюшн и Соло И сейчас втроем Да Здесь конечно без шансов для Штарма Пытался Бадон прийти на поддержку Но не успел ничего сделать Ну вот и пошли Фраги удачные для ВП Смотрим Но так или иначе Размены делают свои Модус Юнити Так что Говорить о каком-то набранном преимуществе С этих брак не приходится Но самое главное Что у Резолюшн все хорошо У него линия прям задается У него прям все хорошо Ну тоже у нас видим На хорошем щиту На первом месте по фарму Ну и у Инчи Так как незначительное количество золота выиграл Ну 400 голды не так уж и много Да Мы видели и побольше Когда она центрально выигрывает Но сейчас время для экшна Я так понимаю Потому что здесь нунчик Тут борьба за крипов лесных Есть лип Но стрелы-то уже нет Дровка начинает по зайцу нашивать Неплохо Выходит нун Старшторм Двойной Чекеря у проблемки у него могут быть Буквально одного удара не хватило Но вовремя захиливает Абадон Который пришел на помощь И теперь проблему Соло На развороте начинает его избивать Втроем Немножко по бодиблочили Стрела попадает по Абадону Абадону могут забрать Да Абадон погибает В это время погибает Также и Соло Один в один Пока что размен Продолжается погоня Тем временем за Бэйном Заяц Отхиливается Откидается Неплохо А здесь уже Рамзе с формой Отлично Тем временем там драка продолжается Под тавром Неплохо Мансин Чекеря уворачивает со стрелы Но Старшторм добивает в итоге Дровку И Дровка тоже погибает Ну и нунчик отсюда должен также уходить Ну там конечно Чекеря до последнего жил Как мог Много времени довольно выиграл Но его смерть не стала избавлением Поэтому Мирана здесь только больше золота получила с этого Что ж видим то что по итогам этого размена Не так уж и сильно проигрались Модус Юнити На 100 золота меньше заработали Но они забрали Оракула Потеряв Дровку Да Звучит не так хорошо Так Тут выход на центральный Как раз таки под слип Залетает стрела И Должно быть очень больно фокусу Но вовремя на помощь приходит сюда У нас Абадон Подкоп хороший от СА Который тоже сюда переместился Но там имеется под сейф Уже от Солочи И нунчика не забрали Ну вот Видимо то что драка Получилась удачная Для Модус Юнити Потому что был потрачен Я так понимаю Мне казалось что Бэйн ультимейт Хастовал Но нет Нет у него нет ультимейта Там просто через ли была Он просто офигел И решил по товарам Ну да Но опять же заходили под Moonlight Shadow Надеялись что Вот так вот Авантюра удастся Но не получилось Ну стимуля на мид Еще плюс героя Тоже он время потерял В конце концов Опа Нет Не дает резолюшену Законтролить здесь Аванпост Но резолюшен Тут очень нагло Конечно действует Заставляет Стянуться на себя Оппонента Приходит сюда уже А потом Ну вот если секунд 30 Еще выждать И после этого Законтролить То будет прям идеально Но сейчас возможно Если бы он успел захватить Могли бы тпшнуть сюда Его кто-то Там тиммейт какой-нибудь И они бы драку навязали Но так или иначе Время еще есть Почилить Вот как раз таки Чтобы по таймингу До 10 минуты Аванпосты захватить Ну и не дать экспо противнику Мелочь Но неприятно сделает Да И преимущество все еще Одна тысяча золотых За командой Virtus.pro Не растет И в принципе пока равна игра Ну а вот скоро 10 минута Ожидаем экшена Ну смотри на чекирял У него 2900 И он мягко говоря Выбивается негативно На общем фоне Ему придется немного пофармить Это не так сложно С учетом экшена на линии Который происходил Дух его смертей Тут понятное дело Что он немного отстает Но немного времени фарму Делить ему придется Так у нас что здесь Заяц Докофогуса видят И что Будет ли комбинация Нет Комбинацию не стали делать Ну трудновато У него уже есть ульта Бить его будут Как в Матрице Тут у нас сейчас Под десятую минуту Подруны хотят подраться И как раз таки Подставляется Заяц Зайца очень быстро Здесь расстреляли Да Зайца не жалко Самое главное Чтобы за рунки Повоевали удачно Ну то есть Фогус Вот так вот нагло забежал Резолюшн не стал Баунтируну контролить Просто решил пофармить Фогус пытается мешать Забрал себе крипа Ну да кстати Приятненький такой Крипочек Сейчас его съедят Ну да Хотел Динаить я так понимаю Что здесь не отдавать Чтобы резолюшн Резолюшн здесь все это дело Зафармил Сюда перетягивается СТСА уже кстати В Виндетте И сейчас под Виндетту Могут попробовать Резолюшн Тэпид забрать Сейчас под Тавр Шторм летит Шторм летит На резолюшн На нападение Резолюшн мансует Хорошо сюда перетягивается Опять Заяц Есть Монлайн Шадоу Но он бегает по центре вардом Если выбраться оттуда То все будет хорошо Ну все Видимо куча игроков Тянуло сюда Сделать из этого ничего не вышло Да Заяц опять загулял здесь И его за это наказали Очень быстро его забирают Тем временем Здесь нашли Чикиряу Нунчик в соло Может сделать фраг Немножко не хватило урона Чикиряу успевают Убежать под Т2 И сейчас на развороте Попытаются как-то поймать Нуну Но контроля нет Нечем цеплять Кроме Никса Никс был далеко Слушай, а Нун-то не ушел Что-то они знают Тут вроде центре нету А, Нун Падруна Инвиза Да Бояться нечего Падруна Инвиза Должен выбираться Рамзес пока Т1 вышку пушит Ну и в одиночку Должен с этим справляться Вопросом Вряд ли ее доставят Чикиряу У него нападение небольшое есть Так как грызнулся Так Нун-то не ушел Нун сейчас может Чикиряу забрать Там вовремя залетает щит Но двойной старт шторм И Чикиряу погибает Ну вот, собственно Искали-искали Нуна не нашли А Нун сделал еще один фраг Отлично Что и Курьера сейчас уберет Спасибо, было вкусно Я улетаю Домой Отхиляюсь И вернусь обратно Шикарная игра, конечно От мидера команды Virtus.pro Отличный отрезок Ну, кстати, с контролем Действительно небольшие проблемы Есть и Модус Юнит Ну, что-то МПЛ И привязку от шторма Предложить можно Ну, такое Но нет такого Знаешь, прям вот на верочку Ну, скажем так Влететь в такой ситуации можно И ДСА вышел Деф и Тавер Рамзесу не дают Забрать еще одну Т1 вышку Но за Денайти Я тоже не получу Представляете, что хотят Поглавители Кого-нибудь вообще Из команды Virtus.pro Тут Заяц Находится неподалеку Но что, будет ли нападение Да, шторм врывается В Зайца Зайца попытаются Быстренько забрать Заяц не успевает Кастовать более ничего Он погибает В это время Рамзес забирает Тауру Рамзеса есть Сандр Отлично Хорошо его юзает ТСА прожимает Отличные крапейсы Все в него ударяются Но ХП остается очень мало Сейчас взорвется щит Еще буквально пара ударов Но Resolution успевает Спасти Соло Resolution не забирают Забирают ТСА И теперь очень больно Абадону Абадон без ультимейта Да, его сейчас тоже Скорее всего отправят В таверну Минус 2 делают Virtus.pro Потеряв только одного Бэйна Шикарная драка Но здесь опять же Стоит отдать должное И команде Virtus.pro Вовремя подоспел Солыч Ну у них все идеально получилось Они никого не потеряли Они забрали Т1 вышку А тут еще проблемы у инчи Небольшие есть Или большие Сейчас посмотрим Ну кстати да Сейчас еще сожрать ее Просто сожрать Там рейндропы были Но все-таки хватает урона Да На Тоникова здесь действовал Заяц Но урона хватило И плюс голодишка Еще за Кентавра Которого он здесь оставил Пытался он видимо Кентавром найти Пейны И сбить ультимейт ему Но так и не получилось Это сделать Ну и видим то что Мирана Она близится к миллстрому У нее уже есть джевелин А джевелин это плюс куча дэмэджа Которые сейчас можно будет появить Сторп На Зайца Ну тут Moonlight Shadow Хорошо есть просветка Ну Зайца забирает в очередной раз Но в это время вы теряете Т1 Прожали глипфортификации Прошел Тавр Не отдают Там в это время Резолюшн уже наверху Т1-то нет Можно попробовать погрызти Т2 Плюс еще выфармливает и Лиса И преимущество мы видим уже 4000 За командой Virtus.pro 8 ассистов видим Потому что набил Самое большое себе количество ТСА Ну и действительно он экшн создает по всей карте Он везде все успевает делать Кстати возможно сейчас будет опять нападение на Резолюшн Резолюшн приятель Попробуй поймай У него мана маловато Но есть Soul Ring Два шутка Просто друг за другом Кстати нет Пруда наверное не жук все таки Пруда паук конечно Но все равно забавно Было это наблюдать Четырех игроков стянул Резолюшн на себя Мы видим из команды Modus Unity Ничего ему не сделали Спокойно продолжает фармить А в это время я так понимаю Тауру все таки на центральной добрали Virtus.pro Да Так там полетел куда-то Шторм что ли? Нет Шторм просто фармит пока Хозяйничает Да на вражеской половине И видим то что проблемы начинают с настоящего Modus Unity У них отжимают лес Фармить им негде особо Потому что в большом лесу уже Паук вовсю разбирается Ну и троечка остается разве что Потому что это одинушки потерянные Дефт это как-то виженам приходится И варду еще пойти поставить надо Чтоб тебя не убили А это все доставляет некоторые неудобства А у дровки уже есть 10 левел И Dragonlance Да богатство не особо большое Террор пока видим Несколько больше на коне У него будет Манто Стайл Манта здесь решает некоторые проблемы Сайленс например снять с дровки Чем-то в этом роде Ну в любом случае дополнительные иллюзии Тоже приятно Статы Так что здесь выбор артефакта понятен Ну что очередное нападение От команды Virtus.pro Смог разбили сейчас под баунтируны Возможно будет какой-то движ Но нет никого здесь не нашли пока Провардить можно скорее всего У Бэйна есть вард с собой И отнять соответственно и тройку Чтобы там номера Ой-ой-ой как неприятно Поставили обсервер прямо на центре И сразу же крипы его забрали Так ну что есть контроль Попытаются побыстренько Но забрать здесь у нас нет Не заберут ДК Фогаса Есть привязка по двоим А здесь уже Абадон Сюда уже перетянулся Рамзес Рамзес пока что крипов бьет Вообще в драке не принимает участие Соло кидает на себя ультимейт И делает ТП И на этом драка завершается Без БКБшки будет трудновато Фогас довольно много проблем создает Со своими импетусами Дэмэджа много И надо с этим что-то делать Имп Клоу появляется Видим там в лесу Нашли его Да тут сразу же ответный пуш Начинается от команды Модус Юнити Полетел Шторм На кого здесь нападение Нападение на Ну-1 На Ну-1 Пока что подмуллайшадо Опять инвиз неуязвимость Не было какого-то детекшена Дополнительного команды Вряд ли он что-то был шел сделать Достаточно битый Пострела залетает Вот теперь по фогусу Но тут сразу же обадон с щитком ТСТА Подкопали Соло Соло могут забрать Соло Хватит ли урона? Да, хватает Соло погибает Тавр тоже Минус Это плюс денежки для команды Модус Юнити Но это первый тавр Который они забрали Тут придется поднапрячься Чтобы с другими справиться Потому что по сайдлейнам Катись будет труднее Ну и Дрэгон Скейл Также находится Это третий предмет из четырех Там был еще Гроубоу Который будет очень Прикольно смотреться На терроре Он Гроубоу сидел Пока что себе кокоть доставил Так, и курьерчик там подрезал Да, Рамзе с тем временем? Что-то он забыл курьерчик Ну, это, я так понимаю Иллюзия Отрабатывает И сеточка Последним артефактом Достается команде Виртус Про Ну что ж, сетка хороша здесь Можно даже зайцу отдать И он с этой сеткой Еще успеет грязи поделать Ну и что ж Пока собрались у нас вместе Модус Юнити Не хотят по одному ходить Потому что это Некоторые опасности Создает для команды Ну и довольно далеко Зашел Шторм Вот у него могут Проблемы возникнуть Ну тут пока что Резолюжи Наверху, да Развлекается Подфармливает лесок У него огромная Армия пауканов Там нападает на Т-2 Ну а здесь Т-1 Действительно забирает Модус Юнити Митюр Хаммер себе уже собрал Заяц Ну это богатый, конечно Здесь у нас Получается парень на четверочке Ну и что ж Вот сетка Плюс еще и Митюр Хаммер Это контроль довольно серьезный Ну и плюс демэдж, конечно же И что дальше? ТСА Кажется, его здесь зажали Да не знаю Тут кто кого еще зажмет На ТСА как-то нападать Особо и не хочется Вроде бы Неподалеку находится У нас как раз Шторм Летит стрела И пауки догрызают тавр И ничего с этим не сделает Модус Юнити Теряют и два вышку Еще меньше контроля над картой Да Там сетка также достается Команде Модус Юнити И остается последний еще Артефакт из леса Для них по идее Должны себе еще что-то достать Это, да Драгонскейл И у них также там Я видел до этого Философский камень Выпадал Ну, понадобится Кому-нибудь Так, ну у нас возможно Драка будет Что тут Заяц Пришел, также завардил Здесь находится Модус Юнити втроем Будет гевардинг Сразу же Ну, крутится около Ванпоста В принципе, им покидать Эту местность Не хотелось бы Потому что у них уже Ванпост отняли И нужно будет туда Возвращаться издалека Довольно, чтобы его перезахватить А экспо капать будет Довольно скоро И видим, тут пока Пофармлить решили Тут еще немного Провардить Ну, времени слишком много Конечно, придется потратить Причем все В пятером, не, в четвером Даже здесь находится Так, Moonlight Shadow Заяц Опять безнаказанно Здесь бегает Так же, как и ТСА В принципе Но нет, нет Там имеется сантричок Залетает стрела Кораб Фейзики были прожаты Но все-таки ТСА погибает Минус Никс Ассатир Ну и вся команда Конечно же отступила Ну и Аванпост обратно Ну, не знаю Здесь на самом деле Слишком, наверное, задержались Можно было уже тысячу раз отступить Таких проблем не испытывать И агоним появляется у Бруды Да Теперь Вся карта сейчас будет у нас В этом В паутине В паутине, да Ну и Resolution, конечно, будет продолжать Играть В свой, наверное, любимый стиль Доты Когда ты играешь 4 плюс 1 Пока у тебя команда в четвером Создает какой-то экшен по карте Ты там что-то полезное делаешь На линиях Пушишь Фармишь В принципе, для него это Приятно, я думаю В таком стиле играть Так, ну и что по ТВРам Осталось у нас у команды Модус Юнити Т2 на миде Т2 все еще внизу Это последний внешний ТВРа Пока что нет какой-то речи о том Что кто-то пойдет на Рошана Возможно, после какой-то драки Как вариант за этот Virtus.pro Или же нет Или вот так вот В смоке сейчас Нет, проходят мимо Рошпита И хотят кого-то подловить Видимо, в лесу Но, к сожалению, наверху никого нет У команды Модус Юнити Они отправляются также в чужой лес В лес команды Virtus.pro Но им нужно вам пост Очень срочно захватить Осталось совсем немного времени И они занимаются этим вопросом И действительно, не прогадали Потому что все команды Virtus.pro Находятся в их лесах А вы по этим временем Рошана хотят, я так понимаю, забрать Ну, прошли мимо него Возможно, хотели драку Но да, да, почему нет Быстренько-быстренько забирают Рошана Прочекают ли этот момент Модус Юнити Ну, для ВП выгодит Да, да, да Нашли Зайца здесь Зайца пока что на себя Немножко сагрил Рошан очень битый Ой-ой-ой, куда же ты? Абадон очень быстро Теряет свой ультимейт Но очень битый Рамзес Нельзя дать ему Заюзать Сандер Но он юзает Сандер И это уже минус Энчандрос Приходит сюда Чикеряу Есть байбэк Неплохой, кстати, рассказ От Ноуана Погибает также Абадон Погибает у нас И Штарм Спирит Аса тоже отправляется в таверну Уже в сумме Минус 4 Плюс выбитый байбэк Подцепить бы еще как-то сейчас Садровку Но дровка вроде как уходит Но самое главное Что они удачно подрались Даже если бы сейчас Не пошли на Рошан На Модус Юнити То все равно бы ВП навязали бы эту драку Потому что пока форма террора есть Можно что-нибудь интересное сделать А сейчас даже без формы Можно пойти Ту-два вышечку забрать Вряд ли Модус Юнити Сразу полезут в драку После такого У них мало что есть На данный момент Чтобы отбиваться Дэфос с хайграунд Тоже вопрос сомнительный Как оно вообще Против Айгиса будет Да сейчас просто бешеный Какой-то пуш будет От команды Вертус Про Да От этого будет отбиться Очень сложно Наличие Рамзеса Тавры будут просто Сметаться с места земли Ну и Нун Видимо уже Так неплохо дэмэджем Оброн Да и как бы Не списываем со счетов Еще и Резолюшна Плюс мы видим Что и Метеорхаммер работает Тавра Да потихонечку подгорает Команда Решила отпушить линии Поближе к Модус Юнити Пока что Ну и пока там Рамзес Снизу подберется На миде может уже И сам Резолюшн справиться Для Нуна уже практически Готовое БКБ имеется Там остались Небольшие копеечки Дофармить рецепт Ну и вроде бы Пока не торопятся Эти вперед Вертус Про Ну что-то я так понимаю Отката формы Да Слушай БКБ уже готово Да все-таки рецепт Как раз и был Да БКБ скоро появится Также и у Резолюшна Ну все БКБ в принципе Здесь дает карт-бланш Можно подрасти Гораздо более удачно Никто мешать не будет Есть комбинация Нападение на ДК фокуса Сетка Кентавр здесь Все расставали Что только можно По этой Энчантрас И отправили в таверну Нужно здесь еще Убегать сейчас Резолюшна попытаются Постепить Он пока что один Находится среди Троих врагов Но Нет Не получилось Если соло уже рядом И на соло нападение Есть инвиз Уязвимость ли Вообще должно быть Такое ощущение Что просто выманили Всю ману и шторма Шторм вынужден уходить Отсюда Пытается улететь ТСА Но нет Все тщетно Погибает также Никс Ассасин В это время пытается Чикиряу Чикиряу В случае минус 2 Очередная От Virtus.pro Уже Серьезное Увесистое преимущество Для 22 минуты 15 тысяч золотых Добирает тавер В миде Но форма уже должна была Откатиться Поэтому можно На Т3 пойти попробовать БК-бойшка есть Десятисекундная До конца Екиса 2 минуты Когда если не сейчас Бабочка скоро появится Уже также для Рамзеса Но не совсем понятно Как драться Теперь моду с Юнити У них очень слабая дровка У дровки вообще нет артов То есть ну Урон некому наносить Шторм тоже еще не боец На соплях стоит Я думаю Сейчас доберут Можно что-то придумать 16 тысяч преимущество Такой камбэк С нынешним составом По героям Модус Юнити Наверное Не поставляется Возможно Да я просто Вот сейчас представляю БК-бшка у нас Получается У Мираны БК-бшка будет Резолюшна Да практически готова Уже Там в форме ТБ Заходит И как Есть подсейф В виде Солоча Который будет стоять Далеко до него Можно конечно добраться Но это опять же Нужно тратить ресурсы все Как возвращаться Потом обратно Непонятно То есть Как драки проводить Ну из физ урона Все что могут предложить Через это БК-б Модус Юнити Ну это дровка А у нее пока Ну у нее артов Ноль Ну на самом деле Она не так сильно По фарму остает Как могла бы В такой ситуации Всего лишь 3000 Там половинка Серьезного артефакта И манту себе делает Тут ей конечно тоже Хотелось бы БК-бшку Потому что ворвет Смирана Даст опять звезду И все И ты будешь уже В таверне чилить Но так или иначе Решила сделать упор Все таки в ДПС Именно И поэтому здесь будет Монтас иллюзий Хочется что-то там нанести Ну окей Решили не форсировать События в ВП Ну до конца Егеса Не так много осталось Ну полторы минуты Как бы можно еще Тут вот смог атака От команды Модус Юнити Которая в теории Может стать последней Атакой для них Такими темпами Потому что байбеков Я уверен там У большинства наверное нет Мы уже обсуждали То что ждать На хайграунде не вариант Поэтому пытаются Хоть как-то там что-то найти Байбек только Как у ТСА имеется На Егеса идти Это конечно смелое решение Но они решили Они может быть хотят Подвыпадение как-то Егеса на вид заяц Ну у Рамзес далеко Это так или иначе Сейчас они даже Если будут связываться С командой противника То не с ним Ну давайте посмотрим Зайца могут найти Вот спалился Чикеря А не спалился Я думаю они байтят Но байт Такой себе получился Не среагировали Никак ВП ВП забирает Аванпост И просто продолжает фармить Да там не забываем Что ДД Лежит у Рамзеса В бутылочке Это важный момент Потому что если драка начнется Ну формы нет конечно Но даже в милишной форме По ДД Террор Блэйд Неплохо наваливает Люки Нинчарм находит Можно Ну тоже зайца в принципе отдать Мейнбрейкер Вот это уже немного повеселее Хотя с точки зрения ВП Это уже не особо влияет Да Тоже согласен здесь Как-то Вроде бы неплохой арт Но Всем уже плевать на это Да Контра уже имеется Так ну что Вот у нас паутинка Резолюшна подкопали Но его здесь сразу же Страхует Соло Шторм куда-то летит На ману Ничего не делает Да Крипов забрал Возвращается обратно Пропадает Аегис Ну зато ДДшка есть Она пока никуда не попадает И в дело тоже не идет Как ни странно Но все равно Поддушивает немного Модус Юнити На хайграунд Пытается их загнать Но так или иначе Внизу Фогас пока что Отпушивает линию А это создает некоторые трудности Но если ДД2 будет Размениваться на сторону Тоже такое себе Для Модус Юнити Да Шторм продолжает Просто летать И забирать крипов Но в это время Прожали глифортификации Команда Вертус Про Чтоб крипов подольше пожили Туда же залетает Метеор Хаммер Все горит Тавр горит Уже половины тавра нет Стрела мимо Абадон заходит Ну вот нужно 25-й Поднять сейчас Шторму Тогда будет немного А тут ДД и форма И вот он уже Рамзес Начинает ломать Просто Т3 Слоу граунда Минус Т3 Шторм летит вперед Рамзес наполовину бит И иллюзии призывает Чекиряо на развороте Начинает расстреливать Нууана Нууан БКБ прожал На характере Прыгает и просто забирает Чекиряо Сразу же подсейф от Соло Нууан живет А в это время Рамзес разбирается с бараками Команда Модус Юнити Байбэк Чекиряо не делает Копают Рамзеса У Рамзеса имеется Сандер Держим это в голове И вот он Сандер пошел в Соло И в итоге Рамзес забирает В верхнюю сторону А там драка продолжается Потому что вперед Уже побежал Резолюшн Начинает есть Абадона Выбивает из него ультимейт Рамзес пока форма имеется Переключается уже на Центральную линию Есть байбэк А Чекиряо И Верху Спро отступает Даже Соло не получилось забрать Хотя его как разменную монету Уже пустили Так поймали Поймали здесь ТСА Летит мимо стрела Ой-ой-ой Куда же вы выходите С хайграунда Ребята Модус Юнити Вас же просто здесь сейчас Переедут Нет ну конечно Минус еще два героя Команды Модус Юнити Начинает избивать У нас ТСА ТСА погибает Шторм ничего сделать не может Пытается как-то Чекиряо Вместе с Фогасом Расстреливать с хайграунда Но здесь очередной подкоп Стрела И минус кэри У команды Модус Юнити Это минус игра Потому что трое без байбэков погибли Не дефать объективно уже нечем Так что все закончилось Вполне закономерно Снесенная сторона Выигранная пара драк И ВП берут У до первого карта Но здесь на классе конечно Да нет Здесь как бы вопросов Вообще ноль К команде Virtus.pro Они и по личным показателям Лучше и по макро игре И по микро Во всех параметрах Просто переиграли Своего оппонента Если первые 10 минут Еще как-то более-менее равная ситуация Была там Одна тысяча золотых преимуществ То потом Как только какие-то движения начались То без шансов Модус Юнити сделали Свою ставку на треплу Они хотели загнобить линию И сами при этом Там с фрагов пофармить Плюс чтобы дровки Как-то комфортнее стоялось Не получилось Пришлось разделиться И треплу убрать И вообще все получилось Ну вообще на самом деле Такой геймплей Мне кажется Максимально приятен Для команды Virtus.pro Потому что Много говорили Ну ладно Это мы оставим Для нашей аналитики Которому уже готовы Передать слово Также мы оставим информацию О том Что Куман перешел в ЕГЭ Потому что сейчас Весь чат этим спекулирует Вот На самом деле После вот этих душных И жестких каток На квалификациях Которые все Тайтово старались катать Да Очень неудержание Много игр заходило в лейт Сейчас кайфово Вот посмотреть такую Агрессив доту В которой По-настоящему весело И фаново парни Проводят время Наслаждается Хардовой брудой Вот И у нас В самом начале Были свапы лайнами В чувство пользы Они в конце концов Закончились В early game Virtus.pro Однозначно Потому что Загнобить ТБ Очень трудно Двумя миличниками Кого приходишь Тебя поддон Тебя никсасасин И в принципе Все что могут делать Два персонажа Это Бить ТБ с руки ТБ такой стоит Говорят Ну окей У меня там больше 10 армора Давайте попробуйте Сделайте мне что-нибудь Соответственно Идти в триплу С двумя миличниками Какая-то прохлада При этом Никс недополучает левела Они там все Недополучают левела ТБ убивать проблематично И уже Ты наблюдаешь За виртусами Которые на этой линии Как бы стоят Потом Мирана Смида Она намного Профитнее Энчандрес Потому что Она может поднять руну Может сбегать на легкую линию Быстренько кого-то убить Потому что У нее есть рассказ Или сбегать к Шторму До шестого левела У нее много вариантов А Энчана просто стоит Бьет крипов с руки И при этом ее еще Очень легко убить Допустим Если придет Бейн Который кстати и пришел Ну и Бруда Шторм Я думаю Бруда справилась С этой задачей То есть развалило На самом деле Вспоминаются реально Старые времена Когда и Патма была на миде И Бруда была на харде Мы прям возвращаемся В 2015 какой-то год И связка Бейна Патма тоже постоянно Использовалась Это классический Просто 22 пик Бруды Как в Virtus.pro всегда говорили 22 пик Бруда Вин Игру и так далее Я просто единственный герой Который может Бруду остановить На лайне Это соответственно Шторм Спирит Поэтому Шторм Спирит Должен Бруду искать Они видят Что Бруда Соответственно Не пришла на мидл Она пришла на топ Шторм перетягивается На эту линию Если там будет Любой другой герой Стоять Там Бруда Будет доминировать При этом в матчапе Бруда против Шторм Есть такой неприятный момент Что допустим Они стоят И Шторму убить Бруду очень трудно Потому что там Можно позвать одного героя А может быть даже и двух И тогда возможно Гипотетически Они смогут ее убить И там сделают фраг Но Бруде Шторма убить Очень легко Если придет Буквально один Бейн Пришел Бейн Нажал Финс Гриф Шторм погиб И моментально Подает вышка Соответственно Здесь Шторма были Неравные условия Против Бруды А сама суть Вообще эта стратегия Но она очень круто вышла Против вот этих героев Модус Юнити У них стоят Два вот эти фармилы Которых очень тяжело поймать Это Бруда Который бегает там По лесам В своих сетках Именно на сайдлайне На нее нужно Очень много ресурсов тратить А ресурсов нет У тебя просто даже нет Дизейбла Как такового И на нижнем лайне Стоит Терерблэйд Который тоже При хорошем начале Начало будет 100% хорошее Потому что герои Слабые модус Юнити Они не могут ничего сделать Ну просто Один стан на команду Это Никс Ассасин Ну и там Шторм может подключиться На каких там Определенных минутах И Терерблэйд Абсолютно то же самое Он берет там Свои 3-4 банда Берет пауэртрет Все у него бегает Иллюзия по нижней части леса И по лайну Он тут фармит Собирает себе Вот эту критическую массу Бруда абсолютно то же самое Занимается Пылесосением Как раз верхнего леса Там своего леса Лайна и так далее Героев не поймать На меде стоит у тебя Мирана Абсолютно то же самое У него липа есть Ты вообще ничем не цепанешь Ей может цепануть Только один шторм Вот если он влетит А если у тебя хорошая реакция на Миране Ты всегда прыгаешь И плюс у тебя ко всему Есть два суппорта Которые тебя Ну плюс минус Они тебя подсевят Уоракл один из них И Бэйн он тоже Может пожертвовать свою жизнь Слип Если даже у тебя 2-3 героя Придут гангать Слип Финс Грипп Потратил свою жизнь Ушел твой кор Все У тебя идет просто жесткий перефарм Если ты даже дерешься Постоянно дерешься Дерешься НФП это шляпа Он должен кого-то убивать Ему желательно Кого-то контрить Или лучше Если есть какая-то комбинация С Дарксиром Но когда нет вообще ничего Нет ни Дарксира Ни противников Которые там Как-то могут убить себя в МП Ну Бруда Пуков отправил И все Никс такой смотрит И его просто сгрызают пауки Порто Бэй Миране Я уже вообще молчу Он слабоват То есть он как бы И на линии себя чувствует Не очень уверенно Как какой-то Бэйн Который просто выходит Такой Но! Но! На! С руки кому угодно Вообще там в мид Там в легкую Сложную Вообще По трем фронтам Работал парень А Никс он ситуативен И конкретно В замесах 5 на 5 Вот что у него есть Он может Так вот замахнуться Лапками Пробует дать стан Нажмет на карапейс На него всем пофиг Все просто пойдут Убивать дровку И поэтому здесь Никс ФП Он себя не оправдал И моду с Юнити Они Мода сразила их Вот эта вот Мода на Никса Она их сразила И они на нее повелись У нас есть момент нарушения В принципе Как вы работаете Это стратегия Фьюз Пик Терроблейд Плюс Оракл Можно его посмотреть Да Как вообще Попытались подраться Пять на пять На с моду с Юнити Если ты реально Милаешь Оракла Моментальный ультимейт На Терроблейд Терроблейд Убивает всех Вообще я думаю Любая адекватная команда Должна понимать Что если есть ТБ И Оракл То мы никогда Не бьем ТБ Правило номер один Мы никогда не бьем ТБ Почему? Потому что мы опустим Удалову ХП Оракл даст ему ультимейт В любой ситуации Он нажмет Сандра Соответственно В голове Модус Юнити В общем В сознании Игроков Этой замечательной команды Нужно бить только Оракла И больше никого Или Оракла И не ТБ Они делают Совсем наоборот Они просто бьют ТБ Чтобы Оракл Прекрасно себя реализовал Это провал Первая задачность Вообще шторма Это прыгнуть на Оракла Если ты не прыгаешь Драку проиграл априори Если шторм идет Тачковаться с Трубейдом Вот с этим монстром Которого там Куча брони Куча атак спида Куча урона Бешеный просто По ловкости Это заранее Это заранее поражение Шторм он не создан Для того чтобы Тачковаться с ТБ Шторм создан для того Чтобы охотиться на Ораклов Вот для этого он и создан Ну да Именно так Самое интересное Что по статье Дэмэдж 45 1049 То есть у Модус Юнити Все нормально с дэмэджем Да То есть он практически равен Виртус Про При этом все Счет 25-13 Ну тебе очень много дэмэджа С импетаса залетает Именно вот этого начального Когда ты в начале Начинаешь драться И очень много дэмэджа У тебя счетов Они постоянно ОЕшные Они с маленьким кулдауном Постоянно счет Ищет, 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 ищет Кроме этого дрова еще по АЕ Дрова по АЕ А там очень много Таржет именно героев Которые бьют именно по одной цели Поэтому вот эта ОЕшка Она нивелировала вот эту разницу Хотя Виртус Про Ну ввели по всей игре На протяжении всей игры И мы все еще возвращаемся К теории под названием Дрова без бенги Такая степь Иди на ветер Да просто У него просто ворвались Ее стерли за секунду Ну и Абадону это не сейв Но при всем уважении К Абадону Он хотя бы Какое-то личное есть Ну да При всем уважении К Сейером Вот если сравнивать Абадону с Вингой То как бы вот Вингой вот на нее напал То Б Там Бруда ее окружили И этот щит Он не спасет ее Там просто за секунду Летает больше урона Чем Абадон может выхилить Соответственно Под дровку Лучше все-таки брать Вингой Я считаю, что Ну дровка без венги Это прохлада Ну да Эта прохлада Все-таки у нас получилась При том все вроде как Я так понимаю Что она должна была Усилить Энчандрес Ее импету Ну то есть Скорость атаки Вот это вот все С ловкостью Замечательно Видимо Не получилось что-то То есть она не работает Таким образом Вообще какие-то герои Вот эти вот Шторм какой-то заехал Который в уракл Не влетает То есть где-где Вот где венга Дровка СФ А Хускара забанили Да у нас Да Хускар последний бан был От модусов По-моему Как раз таки Им как раз самим бы Хускара это взять И тогда бы Вот от этого Хускара Отталкиваться Ну куда лучше смотрится Чем Та же самая Энчандрес Мне кажется что Вот точно таким же образом Стирали бы Если взять еще сейвы В команде Ну лучше чем Шторм По крайней мере Вот он смотрится Просто он идет И ты хотя бы можешь Эту доминацию Потому что Какая суть У тебя набирают сильных персонажей У тебя единственный шанс Выиграть Это ну пойти И потом в кулак Собраться и снести И вот под Хускар Это сделать легче Потому что Одна Дроу Рейнджер Это сделать не может А вот именно Дроу Рейнджер Хускар Когда у тебя Хускар Фронтлайнер А дровка тебе помогает Это можно сделать А так дровка у тебя Просто идет вперед И там на 15-20 минуте Там кидают 3-4 скила Она все уходит обратно Даже если она с Айгисом Хускару плевать Потому что он там С армлета Вот эти брейсеры Постоянно С пауэртретсом Он жирный Если ты даже Рошана забрал Ты можешь как раз таки Вот эти два юнита Уничтожить базу А со Штормом Тебе в лейт нужно выходить С другой стороны Против Оракла Тебе не очень хочется играть Хускаром Помимо того Что он дает сейф Он еще не дает тебе магию В смысле магический Я понимаю Но это просто У тебя аут Чтобы снести На пуш А вот этой комбинации Такой сейми Дровка плюс Шторм В лейте они сильные Где-то минуте на 40-50 А до этого Им слишком много Чтобы начать драться У тебя при этом должен быть план Как вообще спастись От этого раннего Рошана И соответственно Доминации Которую Виртус Про устроили Давайте друзья Я вам напомню о том Что у нас Вот эти замечательные наушники От нашего друга Фракстора Отправятся сегодня Кому-то Домой Тому кто сделает Хороший и интересный Что самое главное Бюджетный косплей Сфотографировав себя На фоне трансляции И выложив это дело Себе в группу Себе в страничку Вконтакте С хэштегами Которые вы видите снизу Рухап и Париматч И я буду надеяться Что у вас хватит фантазий Для того чтобы поразить Нашу постматчевую аналитику Там все еще такие Люди как НС и Инмейт Будут определять Ну и Мелл Шторм Который ясное дело В Каспорт Привередливые Да Они очень привередливые Поэтому пожалуйста Делайте максимум Что-нибудь такого Фантазийного И того чего У наших парней Голова взорвется Просто-напросто Вот А я надеюсь Друзья Что мы Сможем Дождаться совсем-совсем Скоро Следующей катки Вот Пока что Парни Я бы тему поднял Представь Кого в моду с Юнити Они стараются Ну действительно Ребята там Пробуют пики Они там делают что-то Может быть даже тренируются И тут просто Вертуса После вчерашнего Выкатываются И чисто на Расслабончике На рофлах Там Давай ТБ Бруда И поехали Прикинь как Парнем сейчас Как обидно Да Слезноватым Они могут смыть позор При помощи второй карты Друзья Мы как раз таки К ней вернемся После небольшой паузы Продолжение следует